5 сентября президент Республики Таджикистан, лидер нации, уважаемый Эмумали Рахмон, с рабочей поездкой прибыл в район Мирсаид Али Хамадони. Рабочая поездка главы государства, уважаемого Эмумали Рахмона, в районе Хамадони началась с открытия автомобильной дороги между селениями Файзабад и Тагноб. На церемонии открытия дороги, имеющей местное значение, было сообщено, что ее протяженность составляет 14,5 километров. Она объединяет селения Файзабад и Тагноб, сельского джамуата Даштигульхо, селения Анчирок, Сафедоб и Сафаргадо, сельского джамуата Панчрут, селения Бок, сельского джамуата Кахрамон и районы Центр. Строительные работы в этом направлении были начаты в мае текущего года отечественными предпринимателями с привлечением населения и завершились затраты 27,5 миллиона саммани. Ширина дороги, которая входит в пятую категорию дорожного движения, составляет 6 метров и заасфальтирована толщиной 8 сантиметров. В основном эта дорога была создана в 60-х годах прошлого века, в последние годы нуждалась в ремонте. Нехорошее состояние дороги усложняло движение грузового и пассажирского транспорта. Теперь в рамках мероприятия, посвященных празднованию 35-летия государственной независимости Республики Таджикистан, указание и поручение главы государства, уважаемого Эмумали Рахмона, эта дорога за короткий срок и в соответствии с современными требованиями была реконструирована. Ремонт и реконструкция автомобильной дороги между селениями Файзабад и Тагноб до районного центра Хамадони очень обрадовали жителей. Президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмумали Рахмон, сдачу в эксплуатацию этой дороги отечественными предпринимателями, счел достойной похвалы осуществления созидательных инициатив, назвал высоким знаком любви и верности граждан народу и государству. В рамках мероприятия во имя достойного празднования 35-летия государственной независимости Республики Таджикистан, в районе Мирсаид Али Хамадони запланированы создания и реконструкция еще десятков километров дорог местного значения. Эта мера будет способствовать улучшению социально-экономического движения жителей района и устранить проблемы передвижения населения, особенно водителей. Продолжение следует...